Заядлые курильщики получают удовольствие от каждой сигареты, процесс курения успокаивает, помогает справиться с проблемами, придает уверенность, просто дарит дозу кайфа и еще много чего-чего вы сами скорее всего знаете. Да и я знаю так, как перед тем, как бросить курить окончательно, мой общий стаж составлял почти 20 лет и курить и начал еще в школе, а бросил уже фактически после 30. И сегодня я расскажу вам о тех изменениях, которые происходят с организмом и с какими трудностями могут столкнуться курильщики в процессе отказа от этой вредной привычки, ну и конечно дам несколько своих рекомендаций и так, поехали. Если вы решили бросить курить, то в первые 20 минут ваш никотин начнет выводиться из организма и уже примерно через час концентрация никотина в крови снизится аж вдвое, именно то в этот период вам опять захочется покурить. Потому что зависимость от никотина сильнейшая. Примерно через 10 часов ваша кровь практически полностью очистится от никотина и у вас повысится уровень насыщения крови кислородом, а через 13 часов ваше артериальное давление наконец-то придет в норму, так как гипертонусы стенок сосудов устранится. Примерно через день после того, как вы бросили курить, у вас нормализуется нормальная скорость и сила сокращений сердца. Дальше начинается еще интереснее, примерно через 2 дня у очень многих людей обостряется чувство обоняния и вкуса. Это вещь, которую описывали многие курильщики, которые курили на протяжении многих лет, и тут бросили с их обонянием вкусом, начинали происходить забавные и интересные метаморфозы. А вот через 3 дня после бросания курить у вас повышается потоотделение, это связано с процессом детоксикации. Через неделю вы заметите, как улучшился цвет вашей кожи и в целом кожа начала выглядеть более здоровой и более того даже запах кожи может выйти более приятный. Уже через месяц внешний вид курильщика значительно улучшается, как правило проходит мокрый кашель, который мог быть и состояние иммунитета приходит в норму. И только через 2 месяца происходит полное очищение организма и крови от токсинов и наконец это нормализуется, обмен веществ аппетит становится стабильным и постоянным, как и процесс пищеварения. И если после курения у некоторых происходит скачки с массой тела, то через 2 месяца этот процесс начнет приходить в норму. Через 3 месяца вы заметите, как ваш мозг начинает работать лучше, у вас улучшается память и когнитивные способности. Более того, через 3 месяца вы также заметите, что и ваши мышцы быстрее восстанавливаются и в целом лучше реагируют на нагрузку. Через 4 месяца наконец это заметно побелеет зубная эмаль, а также анализы на гормоны покажут возвращение к норме. Удивительно, целых 4 месяца после бросания курить гормоны не могли прийти в норму у большинства курильщиков, как много времени надо, чтобы восстановить этот здоровый фон. А через полгода у бросившего курить и наконец это нормализуется работа внутренних органов, в том числе особенно желчного пузыря и печени, и окончательное полное очищение и полный абсолютный возврат к нормальному здоровому базовому состоянию у курильщика происходит. Примерно через год после бросания. А по статистике через 5 лет после бросания курить вероятность онкологических заболеваний снижается уже в 2 раза. А как бросить курить? На этот вопрос есть 2 популярных ответа. Первый это бросать сразу вот моментально покурил и бросил последнюю сигарету, вытянул и больше никогда не притронулся. И второй метод бросать курить это постепенно, то есть курю 20 сигарет в день. Потом 19,18 и так постепенно-постепенно снижают. Какой из этих вариантов более правильный? Большинство исследователей уверяют, что на самом деле гораздо более эффективно бросать сразу они постепенно. Таким образом ваши шансы на успех значительно увеличиваются и очень редко человек, который бросает постепенно в конечном счете приходит к успеху, как правило эти люди на такой тактике срываются. Некоторые люди переходят на электронные сигареты, полагая, что либо это поможет как-то бросить постепенно, либо может быть это более безопасная альтернатива. На самом деле то, что это поможет бросить курить, абсолютное заблуждение, курить это и бросить не поможет, а то, что это более безопасно, тезис тоже весьма сомнительный, потому что в последнее время выходит все больше исследований, которые говорят, что это не то, чтобы менее. Вредно это либо так же вредно, а в некоторых исследованиях даже уверяют, что это и более вредно в любом случае, никто не утверждает, что это безопасно, это также плохо для здоровья. Ну и бросать курить тоже надо, что называется, по уму есть определенный набор рекомендаций, которые необходимо соблюдать, первое, что необходимо держать у себя в голове, это однозначно мотивация, которая должна быть очень сильной и очень убедительной, решение бросить. Должно быть однозначно твердым, человек не должен иметь в голове никаких, но если и так далее, ничего этого бросаю и точка. Далее очень важно употреблять витамины и минералы. Конечно, оптимально начать употреблять соответствующую пищу, то есть здоровое питание, если нет такой возможности хотя бы употреблять витамин и минерал в виде добавок. Никотин является в определенном смысле антагонистом витамина С и витамину В, он нивелирует их воздействие в организме и поэтому именно эти витамины нужно восполнять. Есть еще рекомендация заниматься спортом, когда бросаете курить, это тоже здорово помогает, однако здесь рекомендуется все-таки выбор делать в пользу умеренных физических нагрузок, а не интенсивных, то есть либо это пешие прогулки бодрым шагом, либо легкие пробежки. В общем легкая и не интенсивная кардионагрузка, но если вы до этого всю жизнь занимались тяжелой атлетикой, то конечно же это не причина ее бросать. Спортивные нагрузки и действуют по двум направлениям, во-первых это помогает разогнать метаболизм в организме и ускорить его детоксикацию, то есть вывод токсинов и во-вторых психологический фактор занятия спортом, это как-никак все-таки новая привычка, которая занимает. Наш мозг чем-то новым, интересным и увлекает. Если у курильщиков полно свободного времени, он не знает чем заняться, то для него будет бросить курить реальной пыткой, потому что чем еще занять руки, чем занять голову, кроме как схватиться за очередную сигаретку, ведь это так привычно в то время как спорт прогулки. Легкие физические нагрузки – отличный способ переключить ваше внимание. Успеха того, сможете ли вы бросить курить или не сможете, конечно же, зависит от большого количества факторов. Есть, конечно же, 200 факторы генетики, потому что некоторые люди склонны к большей зависимости, некоторые к меньшей. Есть, конечно же, и фактор внешней среды, во многом курение – это социальная привычка, и так как, когда мы курим, мы обретаем соответствующий круг общения, всякий раз, когда нужно как-то переключить внимание, ты говоришь, приятелю, пойдем перекурим, либо ты используешь курение как способ с кем-то заговорить. А девушка не найдется ли у вас сигаретки, поэтому, конечно же, если все окружения курильщика курить, то бросить курить будет гораздо сложнее. Ну и, конечно же, интенсивность курения тоже очень сильно влияет, исследование показало, что если человек курил 18 лет, и более, то те из них, кто принимал решение бросить, имели успех менее чем в половине случаев, и, конечно же, важен фактор поддержки, либо это семья, близкий человек, либо, может быть, врач, у которого вы находитесь под наблюдением. Кстати, бросать курить заядлому курильщику под наблюдением врача – это тоже весьма желательная рекомендация. Если вы курите, то, возможно, у вас есть страхи, которые мешают вам бросить. Однако, я надеюсь, что вы сможете легко и решительно оставить эту вредную привычку. Это приносит радость и облегчение вам, а также вашим близким, которые беспокоятся о вашем здоровье. Что же, друзья, вам я хочу пожелать крепкого здоровья и не курить, а если уж курить, это все-таки желаю бросить, конечно, эту вредную привычку. А, кстати, напишите в комментариях, вы курите или нет, либо, может быть, бросили курить, поделитесь. Если вам понравилось данное видео и данная информация была цена, поставьте видео лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать другие видео. И самое главное, берегите себя и будьте здоровы. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok